Здравствуйте! В эфире «Мой бизнес» – проект для деловых людей в студии Алана Гадзатсова. Начнем с короткого обзора важных экономических новостей. Размер ВВП России к четвертому кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года. Рост в 2022 году может составить около 3%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина по ситуации на рынке труда. Принятые правительством меры поддержки бизнеса будут иметь долгосрочный эффект для стабилизации занятости. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он также отметил, что в общенациональном плане восстановления экономики очень большой блок посвящен структурной поддержке рынка труда. В частности, переобучение безработных в дистанционные формы занятости. Объем реализации программы кредитования МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже превысил уровень 2019 года. На данный момент заключено 7,5 тысяч кредитных договоров. Субсидии субъектам МСП на средства индивидуальной защиты позволят быстрее возобновить работу. Они будут предоставлены тем организациям, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей. И, соответственно, значительные расходы на обеспечение профилактических мероприятий. Размер субсидий определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий. Первоначально в размере 15 тысяч рублей и ИП без работников также получат 15 тысяч рублей. Режим нерабочих дней в Северной Осетии продлен до 10 июля включительно. Продолжается поэтапное снятие ограничительных мер. В перечень предприятий, которые получили право возобновить работу в период режима повышенной готовности, на территории республики вошли организации, предоставляющие гостиничные услуги, спортивные организации, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, а также реабилитационные и фитнес-центры. Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий будет докапитализирован за счет дополнительной федеральной субсидии на 137,5 миллионов рублей. Правительством Северной Осетии сегодня внесено соответствующие изменения в республиканскую госпрограмму поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционные деятельности в Республике Северной Осетии Аланья на 2020-2024 годы. Что ж, непростые времена для бизнеса требуют нестандартных решений и дополнительных усилий. Однако некоторым предприятиям удается даже развиваться, а не только оставаться на плаву. О перспективах развития бизнеса поговорим с нашими гостями в студии моего бизнеса, предприниматель Азамат Таутиев и уполномоченный по правам предпринимателей нашей республики Тимур Медоев. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Я предлагаю посмотреть видеоматериал, который мы подготовили, Азамат, о вашем предприятии. Давайте посмотрим и сможем обсудить в дальнейшем. Пончики Гомера наверняка знакомы всем любителям сладкого. Торговые точки располагаются в разных районах города. За два с половиной года сеть расширилась до шести киосков и фургончиков. А начиналось все с малого. С одного фургончика, да и на тот был взят кредит в размере 150 тысяч рублей. По словам владельца, изначально работа строилась на чистом энтузиазме и вере, что бизнес не прогорит. Посильную помощь в открытии оказала администрация местного самоуправления. Прибыль от продажи позволяет и вовремя оплачивать кредиты, и открывать новые точки продажи. Это уличная торговля, и здесь тяжело, понимаете, ну, тяжело систему устраивать. Можно сделать что-то крупное, но опять же нужны инвестиции, нужна команда сильная. Трудности с процессом технологическим и с масштабированием. То есть по удаленке тяжело, например, будет следить. По словам экспертов, в сфере общественного питания достаточно много рисков. Никто не может гарантировать, что тот или иной продукт будет востребован, и производитель займет определенную нишу. Однако пончикам Гомера повезло. Сегодня они приносят неплохую прибыль. Они пользуются спросом в любое время года. Приходят мамаши с детками в любое время, но к вечеру, когда жара спадет, бывает больше. Еще одна точка пончиков Гомера находится в Москве, но из-за пандемии пришлось ее закрыть. Основатели не отчаиваются, в бизнесе всякое бывает. В планах открытие небольшого кафе и трех торговых точек во Владикавказе, а также одного фургончика в Ордоне. Валерия Левченко, Александр Левченко, Сослан Камаев, телекомпания «Осетия». Ну что ж, Азамат, вот такое видеоматериал мы подготовили, Тимур. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы рассказали, Азамат, с чего началось ваше дело, потому что бизнес довольно молодой, но уже есть какие-то наработки. Вот с чего все начиналось? Ну, вообще стартап начинался с одного фургончика, который мы сами сделали. Мы взяли деньги в кредит, отогнали его, сами сделали, поставили на проспект. Ну и как-то так получилось, что он достаточно быстро себя купил, и в ближайшие 3-4 месяца мы открыли уже второе место. А вообще как возникла идея? Почему именно это? Почему общий путь? Почему в такой форме? Ну, блин, честно говоря, мы недолго, мы не думали вообще, в принципе, там, о нише. Вот с кем я это делал, он, в принципе, работал сам, и через какое-то время его закрыли. И мы подумали, ну, типа, почему бы и не сделать заново, только в больших каких-то, более-менее больших масштабах. Ну, это как-то связано с вашей профессией? Почему именно общественное питание? Ну, честно говоря, я учусь тоже на общественном питании, но это не связано, в принципе, никак. Ну, а вот говорят, что чтобы выбрать нишу правильно, нужно там исследовать рынок и так далее. Или можно руководствоваться тем, что нравится самому человеку, например, у него это хорошо получается. Вот вы чем руководствовались, когда выбирали нишу? Ну, в принципе, мне кажется, рынок достаточно большой. Здесь не нужно, там, просто более-менее какие-то востребованные ниши, они свободны. Тот же рынок кофе, тот же рынок, там, каких-то баров, там, уличная торговля. Ну, единственное, что нам в голову пришло, это вот как бы уличная торговля, и все, мы просто взяли деньги и начали делать. Интересно, можно рассуждать на эту тему, вот мне нравится, как вы поворачиваете разговор, Алана. Ведь, смотрите, когда начались у нас куры-гриль, да, это вот уникальная такая особенность, приехали кабардинцы и научили осетин кушать жареных курей, курицы на углях, да, потом кофе. Здесь не предложение, не спрос рождает предложение, да, а может быть, наоборот, предложение, качественный продукт рождает спрос. Я не помню вот такой вот культуры на пончике у нас в городе до появления сети объектов быстрого питания, которые представляет Азамат. Это прикольно, но то, что он сегодня рассказывает, вот смотрите, в этом так мало науки, да, вот мало каких-то шаблонных фраз, так мало каких-то законов развития бизнеса. Это такой здоровый авантюризм, это молодежный энтузиазм, и вот он вылился в то, что сегодня они не то, что успешны, они думают о развитии. Надеемся, что это, может быть, будет связано не с пончиками, но пример. Вот мы сейчас разговаривали, я его спрашиваю, почему не берешь кредит в микрофинансовой организации, которую вы проанонсировали, 173 миллиона декапитализации, это правда, да, на самом деле, потрясающий эффект. Ему 21 год, а там дают с 23 лет кредит. То есть вот такая административная системная проблема у него сегодня на пути. Но я думаю, и с этим мы что-то придумаем. Да, ну и хотелось бы, чтобы вот этот пример, его начало деятельности вот на здоровом энтузиазме, он был заразительным. И сегодня, наверное, наша задача показать его аудитории. Вот человек, который в 21 год занимается бизнесом, он не папинкин сынок, в том смысле, как у нас это принято говорить, а вот молодой предприниматель. Ну, это действительно очень такая похвальная инициатива. Азамат, скажите, вы всегда думали, что вы займетесь бизнесом? Или это было действительно, вот как Тимур говорит, ну такая вот на энтузиазме возникла идея? Ну, честно говоря, я всегда думал там о каких-то идеях, о каких-то стартапах. Всегда еще там буквально с первого курса мы там собирались, рассматривали какие-то компании начинающие. Но мне всегда было это интересно, там франчайзинг, инвестиции, раунды инвестиций. То есть, ну, в любом случае я себя веду. У молодежи часто есть такая тенденция, и у тех, кто учится, и у тех, кто только закончил, получил высшее образование. Ожидание работы, ну вот это такая классическая тема. Ожидание должности, ожидание места. Вот вы что можете сказать на этот счет? Может быть, действительно не стоит ждать с моря погоды, а вот пробовать что-то свое? Насколько это вообще сложно для вас было начать свое дело? Ну, для меня несложно это было. У меня как бы учеба вызывала просто-напросто отвращение какое-то. То есть, ну, грубо говоря, учиться там 4 года, чтобы потом на кого-то работать по найму, ну, это такой себе путь. Поэтому я думал, блин, ну, если как бы меня на это только хватает, то окей. А так, то есть, свое дело это всегда... Ну, вот те знания, которые вы получили в учебе, они никак вам не пригодились в бизнесе? Нет. Пока не пригодились? Вообще нет. Ну, значит, я уверена, что появятся другие потребности в знаниях, которые вам придется, я думаю, в дальнейшем получить. Тимур, что вы скажете на этот счет? А я вот скажу, что мне очень нравится его откровенность, с которой он говорит. И мы постоянно говорим о том, что система образования современная, она не отражает сегодня тем ожиданиям, которые на нее возлагает экономика. Предпринимательство в России никто не учит. Даже на экономическом факультете не учат предпринимательство. Это разные вещи. Знать экономику и быть предпринимателем. Для Азамата мы можем предложить сегодня курсы по предпринимательству, узкоспециализированные, на базе центра «Мой бизнес», который бесплатно для таких, как вы, Азамат, и ими, безусловно, надо воспользоваться. Мы сотрудничали с ним, он активно использует меры государственной поддержки, в том числе юридическую консультацию, бесплатную, финансовую консультацию. Этого ему не хватает сегодня. Да, бизнес нужно делать правильно. Я сегодня хочу поговорить, раз он такой откровенный, о том, как он легализовался. Ведь изначально бизнес-то был, если это можно сказать, в тени, или не совсем оформлен так, как надо. И начались трудности. И вот об этом этапе становления, если бы Азамат нам рассказал. Да, я как раз хотела задать вопрос о тех сложностях, с которыми вы столкнулись в работе. Ну, трудности, вот Тимур подразумевает трудности, это касаемо, наверное, административного ресурса. То есть, наверное, всем известно, что вот эти уличные фургончики, автокофейни, просто так, то есть без разрешения это нельзя ставить. За это там идут административные какие-то штрафы, ну и прочие какие-то там наказания. И изначально мы стояли просто как бы без разрешения. У нас были проблемы и с префектурой, и с администрацией города. Потом в процессе как бы работы мы подали документы, то есть полностью все оформили. Оформили сотрудников налоговой, зарегистрировали ИП, то есть все полностью у нас легально, у нас трудовые договора, то есть сотрудники оформлены. И даже вот сейчас получили субсидию от государства, вот сейчас же пандемия была. И мы попали как, ну, наша квадь попадает в список пострадавших. И, соответственно, государство выделило нам деньги, как бы приятно поддерживают, лояльно относятся. А вообще вот изначально вы говорили, что вы брали кредит, вообще какими мерами господдержки пользовались? Ну, кредит мы брали, в принципе, ну, мы не брали кредит, да, мы взяли там у кого-то деньги, сказали, вот так-то, так-то нужны деньги, вернем через месяц, и то не факт. Ну, они еще маленькие, им кредит еще не поможет. Да, нам, я же говорю, мне 21 год, вот единственное, что, куда я обращался, это вот фонд микрофинансов, там очень хорошие условия, то есть там буквально какие-то там 2 или 3 процента, тем более сейчас в условиях этой пандемии, там вообще, то есть идеальные условия для кредитования малого бизнеса и каких-то там стартапов. Но, я же говорю, мне не дали, потому что... Боджест. Да. А вообще вот работа в условиях пандемии, как она сказалась на вашей работе? Ну, честно говоря, первый месяц сильно сказалось, потому что, ну, наша вообще идея, модель, она зависит напрямую от трафика. А как вы знаете, в период пандемии трафика как такового не было на улице. Ну, плюс, наверное, учебные заведения не работают? Да, все закрылось, плюс вот эта жара еще, ну, в принципе, мы, сейчас более-менее все выравнивается. Угу. Мы выставили свой товарный знак, у нас будет свой бренд, потом мы перейдем на ООО и в планах, в принципе, вообще полностью упаковать франшизу. То есть, мы выбрали метод масштабирования, это франшиза, то есть, мы хотим тиражироваться с помощью франшизы. Ну, пока, в принципе, нет, все получается, но там небольшие трудности касаемо производства, но над этим тоже работаем. В Москве мы работали, но в Москве какая-то другая политика общепита, и так просто делать пончики и напитки не получится. Там надо что-то, либо фудкорты заходить, либо как-то, не знаю, адаптироваться под этот рынок. Поэтому в Москву мы ближайший там год пока точно лезть не собираемся. Пока вот СКФО попытаемся как-то охватить, а там... А вот вы перечисляли, Алана, те точки, которые потенциальны к развитию в Северной Осетии, и был назван район Ордонский. Вот можно спросить, с чем это связано? Просто интересно. Ну, вообще, есть наши знакомые ребята хорошие, кто хотели бы с нами работать. И у них как бы есть возможность сделать там хорошее, достаточно такое перспективное место в Ордоне. То есть, ну, грубо говоря, сотрудничество. Мы согласились там на определенных условиях, и вот в ближайшие, я думаю, там буквально два месяца в Ордоне тоже откроемся. Я просто к чему сакцентировал внимание. Мы много говорим о том, что районные власти на местах должны создавать максимально комфортные условия для развития бизнеса. И вот прозвучал Ордон, и я пытаюсь понять, здесь опять нет никакой закономерности. Просто складываются так обстоятельства, что определенным образом в Ордоне складывается лучшая инвестобстановка. Предпринимательский деловой климат. И вот этот микробизнес перетекает туда, и там масштабируют свою деятельность. Значит, там власти не чинят препятствий, идут навстречу, создают максимально комфортные условия, что сегодня человек хочет там поставить точку питания. Это немаловажно. Мы надеемся еще, что вы будете рассматривать Моздокский район, после того, как и дорогу построят, и в принципе район благоприятный для развития бизнеса. Ну и все районы надо охватить. Молодежи много везде, пончики ваши вкусные. И надеюсь, нравится всем жителям республики. Ну мы уже на своем опыте убеждались, действительно это так. Сейчас прервемся на небольшой рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем мой бизнес. Тимур, к вам хочу обратиться. Нерабочие дни продлены до 10 июля. Большая часть предприятий уже входит в привычное рабочее русло. Какие-то еще не вошли, но в ближайшее время войдут. Вот скажите, какая обратная связь от бизнес-сообщества? Основные проблемы, основные сложности, которые на сегодня их беспокоят? Если мы говорим о торговле, то это потребительский спрос. Сегодня люди не готовы покупать или покупают не в том количестве, в котором должны были бы. Конечно, они рискуют, не все хотят расставаться с деньгами. Люди тратят только тогда, когда условия максимально комфортны для них. Сегодня эти условия комфортными назвать нельзя. Есть опасность заболевания, есть ограничения по самоизоляции, есть режим нерабочих дней, который продлен в республике до 10 числа. Есть ограничения по видам деятельности. Все это сказывается на потребительском спросе. А вот какие основные проблемы возникали или даже сейчас возникают с получением государственной поддержки? Вы знаете, что мерами государственной поддержки могут воспользоваться или могли воспользоваться, уже так, наверное, можно говорить, только те предприятия, которые отнесены по становлению правительства к списку пострадавших отраслей. К сожалению, не все предприятия, которые прекратили свою работу по тем или иным причинам, были отнесены к этому списку. Для этого мы попытались компенсировать это мерами региональной поддержки, где-то освобождали от арендной платы, где-то снижали налоговые ставки, но, к сожалению, не все предприятия могли воспользоваться этими мерами. Если говорить в натуральных числах, то из 15 тысяч предприятий, которые зарегистрированы на территории республики, мерами государственной поддержки воспользовалось 5,5 тысяч предприятий. На Ваш взгляд, насколько этот результат существенен? Безусловно. Мы сегодня говорим, если говорить конкретно, мы в практике, есть код экономической деятельности 47.8. Это розничная торговля, ее вид. Он не попал в список пострадавших отраслей, но этих предпринимателей у нас 800, и все они не работали на протяжении двух месяцев. Сейчас начали работать. За эту категорию очень обидно. Мы сегодня активно и работаем с федеральным центром, и с региональными властями, чтобы хоть что-то придумать для них. Но, к сожалению, пока наши усилия безрезультатны. Это печально слышать, конечно. И естественно, что пандемия заморозила деловую активность. Кто-то закрылся, кто-то не открылся и не откроется, возможно, даже... Вот мы можем уже говорить о каких-то конкретных цифрах, как поменялась в этом смысле динамика деловой активности? Если даже говорить о безработице, я бы не драматизировал ситуацию и не называл это этих безработных, которые зарегистрировались теми, кто потерял работу за эти два месяца. Это так называемая регистрируемая безработица. Те, кто по той или иной причине не регистрировался, не вставал на учет, услышав о тех мерах поддержки, которые сегодня активно применяет центр занятости, поспешили встать на учет. И таких оказалось в два раза больше от первоначальной цифры. Что касается предприятий, то по самым скромным подсчетам до 15% предприятий, вне зависимости от вида отрасли, мы сейчас не анализируем это, не выйдут. Не выйдут просто и не начнут работать, закроются. Какая отрасль наиболее всего пострадает от этого, сейчас предстоит только гадать. Вот сейчас восстанавливается деловая активность, мы видим, с какими трудностями сталкиваются предприятия. И я думаю, что результаты вот этого негативного воздействия, ограничительных мер мы будем ощущать буквально через 2-3 месяца. А как, на ваш взгляд, стимулировать эту деловую активность? Как ее оживить, вдохнуть в нее дыхание? Как бы ни банально это звучало, не мешать. Бизнес – это саморегулируемая среда отчасти. Государство только выстраивает надстройки и создает правила. Вы знаете, очень интересно было читать Саакашвили, который, в пример Украине, в плане работы с бизнесом, приводил Россию. Да, наша страна сегодня не может напитать экономику миллиардами долларов, как это делает Европа и Америка, но мы можем дать послабление. И мы активно идем по этому пути. Сегодня мы остановили проверки, мы остановили взыскание штрафов. Да, у нас есть сложности по жилищно-коммунальным услугам. Предприятия, поставщики требуют предоплаты, требуют уже погашения задолженности. Ну, мы активно в диалоге с ними. Но все равно даем какие-то послабления. И я думаю, что экономика раскачается. Те цифры, которые вы продемонстрировали в начале передачи – яркий тому пример. А вот скажите, Тимур, как вам кажется, сколько конкретно Осетия будет приходить в форму, в экономическую форму, скажем так? Вот министр экономического развития прогнозирует, что ВВП вернется там к концу следующего года, условно говоря. А вот в Осетии, насколько эти процессы, наверное, это будет медленнее, вероятно? Если говорить по отраслям, то мы можем углубиться. Если говорить о производстве продовольственной товары, эта группа не просто не пострадала, она растила свои мощности. Если говорить об услугах, ну, что у нас, да, это называется, ну, в общем, сфера услуг, которые пользуют женщины. Маникюрщицы, педикюрщицы и прочие. Салоны красоты. Да, то и ограничительные меры на них распространялись очень непродолжительное время, буквально две недели, да, парикмахерские в том числе. Частный извоз, мы разрешили им работать раньше. Услуги консультирования, нотариусы, адвокаты, да, здесь, может быть, отрасль пострадала, там и суды не принимали, а этих людей довольно-таки много. Вот, так, чтобы сегодня сказать, какая-то отрасль в Осетии, туризм, да, может быть. Но мы сейчас в начале туристического сезона, и мы можем компенсировать этот недостаток тем, что, потери, тем, что люди не поедут за рубеж побоятся, мы на это надеемся, да, и начнут пользоваться или использовать ресурсы внутренние. И, может быть, здесь туризм тоже компенсируют. Но сегодня в этих условиях говорить о прибыли, будь то владелец любой из отраслей, не приходится. Задача выжить, перегруппироваться и, наверное, ждать лучших времен. А лучшие времена скоро наступят. Ой, будем надеяться, но, к сожалению, новости нам говорят об обратном и прогнозируют вторую волну пандемии. Вот как вам кажется, как мы ее встретим? И, может быть, мы уже отчасти готовы к этому, имея определенный опыт уже первой волны? Практика показывает, что нет. Ведь предупреждали людей, что грядет эпидемия, надо быть осторожными. Что мы получили? Пока мы не начали жестко регулировать, пока мы не начали ограничивать, мы ничего не добились. Здесь и сегодня мы поэтапно вводим экономику, выводим из состояния шока и просим лишь одно. Масочный режим. Социальная дистанция, дезинфекция и сангигиена. И на это мы уже получаем субсидии со стороны государства. И этого мы не можем добиться. Это колоссальная безответственность. И транспорт общественный, и магазины, и места массового пребывания людей. Это, конечно, очень безответственно. Безответственно со стороны руководителя этих бизнес-структур сегодня не соблюдать эти элементарные правила. А то, о чем вы говорите, я полностью разделяю ваши опасения. И самый вот здесь тревожный сигнал для меня – Казахстан. Вроде бы и солнце, и много открытого неба, но они сегодня возвращаются к тем ограничительным мерам, которые принимали изначально. Это очень печально. Да, к сожалению, но все-таки хочется надеяться на лучшее, что как-то эта ситуация разрешится и не станет хуже, чем сейчас. Будем надеяться. Будем надеяться. Что ж, спасибо. Наше эфирное время подходит к концу. Это был «Мой бизнес». Всего доброго и до встречи. До встречи.